это конечно не егермастер далеко ладно тут я согласен что я тоже допивать не буду это правда вкусно ребят всем здравствуйте шалом алейкум с вами человек который любит когда его называют Денис и человек который Алексей Михайлович ребятоньки всем огромное здравствуйте короче говоря мы наконец-таки добрались до дачи этот выпуск выдержаны потому что он планировался выпускаться в трех местах начиная от меня потом Дениса квартиры в итоге мы решили прокрастинировать и записать его на дачу был режим непрекращающейся прокрастинации это какой-то ад был но уже мы точно доведем очень хотели все снимать но мы не могли да но мы отдохнули и поэтому готовы так что на самом деле во всем виноват самый лучший из Москвы это он приехал и сбил весь город это Александр Александр прокрастинатор еще тот знаете ли все нам испортил короче что сегодня за выпуск Денис Дмитриевич а я не знаю ты все покупал сказал что ты занялся импортозамещением в России да да вы поддержали тему импортозамещения я проездил я с вами не проездил я заехал в 1кб и накупил реально импортозамещение Лена собирает траву сухую а Шелдон периодически подходит и ссыт в эту кучу надо сразу вам показать антураж то вы сейчас скажете хромакей хромакей а у нас то тут знаете или нет вот Леночка здравствуйте да вот в общем то такие истории все ну чё сегодня как обычно посидим попробуем чё мы там импортозамещаем тем более что половина из того что там импортозамещение по факту это делается не у нас просто берут делают очень похожие этикетки да как это называется это называется очень правильный ход правильный ход да потому что Липерин с рынка Вустер ушел а я остался знаете ли есть этикетка очень похожа я кстати я кстати сказать хотел с тобой поговорить по поводу этого ты же нормально к этому относишься то есть для тебя это наоборот прикольно что люди полностью копируют этикетку абсолютно меня это меня самого это не напрягает самое главное я долго убеждал когда мы этот Липеринс передирали я убеждал Сашу что Саша не забей болт пол один в один просто делаем и все что было узнаваемо срал я на эти авторские права на этикетку блин с чего хочешь начать хочешь можно немножко с нейтрального начать ну слушай ты выбирал твой выбор давай я могу как знаешь как ты черного ящика слушай единственное что не коснулось импортозамещения просто я увидел мне понравилась этикетка называется штука короче говоря джин коноплянка я уже купив закинул этот пост в телеге ты я думаю что видел и люди многие писали написали что они водку делают и все на свете мне просто стало интересно очень много всего я можно даже полный обзор их сделал потому что и водку они делают это беларусь делает республика опять же я не читал просто люди об этом смотри предлагается поговорить с коноплянкой вот меня вот это вот и вдохновило и там никаких шуток на тему что мы понимаем что такое коноплянка это птица правильно мне что интересно слушай а ты начал джин делать ты сразу начал джин корзинки или нет да сразу то есть считал что это наиболее аутентичный способ поэтому для меня изначально была задача именно добиться лучшего вкуса именно с джин корзиной а то есть ты пропустил эту стадию когда берут водку ну ректификат достаивают можжевелые травы и прочесть настойка да или как мы даже не верт называется женевер of broken dreams точно чего есть такой была такая песен данная сейчас нами есть женевер of broken dreams да нет ничего другой булевар of broken dreams чего булеваров broken dreams ребята это он прикалывается они такие песни играл в тачке чё вам сказать там шазам просто офигел бы у нас все ровно вы не думайте у нас стол кривой мы выставляли как могли у нас проблема на столе есть первое это вот это то что все может туда упасть поэтому противовесом все стоит на вот этой стороне но бутылки уже как говорится да но чего давай те наверняка будет интерес сколько стоит ты же не знаешь цены нет но я будьте называть давай немножко поиграем с тобой в боже мой угадай куда угадай куда так вот за чеки даже брать не хочу в руки свои нет вот мы сегодня перед поездкой на дачу пипец на два дня купили я продуктов как на новый год на неделе уезжаем длина 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 три ленты блин приехали сюда у меня есть полу разрушенный савдеповский холодильник он даже на четверть не заполнился вот как это работает я не знаю мы купили обувь мне она на 1800 стоит а остальные за и без скидки там 17000 надо объяснить я не планировал сюда ехать я во всем приехал сюда домашним то что мы ехали в город а по факту родилась идея как прокрастинировать сразу сказал что как бы я готов с вами ехать на дачу с утра ты попытался с этой темы естественно съехать я это ожидаемо вечером был уверен что с утра ты проснешься и скажешь что там погода не то три за 103 градуса с не автор 8 градусов это врань его там свои какие-то я да потому что почему-то на мою дачу смотрят погоду во все волошки а до всеволожской отсюда 100 километров так наверно вскидку поэтому не работает это так хорошо вот так это работает текущее место выборский район завтра плюс 4 вот я сейчас я свой открою тебя завтра дождь и плюс 4 плюс 8 и солнце к может быть это apple просто ну ты сам сказал мне кажется что это все выпледело но я очень надеюсь что цвет будет хорошо передаваться и вы увидите какой я уже на меня заходит входит солнце у нас не так это быстро здесь происходит я имею ввиду из-за деревьев дневной цикл здесь в течение полутора часов происходит как на меркурия знаешь что же быстро ну кстати вот как вот ты прям любишь чтобы всех щелей этим оживильником как ты рассказываешь здесь он есть он чувствуется но это ретики ректификат да люк скорее всего ты же ты знаешь мне пишут тимьяном еще да нет альфа кстати альфа спирт нет ощущения что она еще тимьяном отдает или это мне уже в башке что там отдает тимьяном они есть ничего кроме можжевелого ягода спирта не заявляют вообще ничего хотя в нормальном джине там ну по минимум 56 трав трав должно быть а ты читал до эту историю когда занимался конечно изучал я по английским рецептам уже его делал но эти понес у меня там и бадьян в рецептуре и можжевельник понятно бадьян цедра лимона сухая кориандр что там еще было короче у меня 66 специй в составе джим корзинки висим ну давай ну а первую так а потом уже закусим закусим так не люблю чистоганом сказал денис перед этим холестанов прямо из горла блин вот то что первое рисковато дед мне наоборот очень мягкая настолько мягкая что даже подозрительно я вкусней джин пил да естественно она на запах есть можжевеловая ягода по вкусу и нет вообще практически я пью достаточно хорошую мягкую водку да да я тоже как водку выпил но она ночью как думаешь сколько она стоит кстати по раз уж мы пока тут разговариваем с тобой об этом белоруссия но и белоруссия не белоруссия белоруссия я думаю рублей 250 370 рублей стоит он этих денег как считаешь в принципе да давай так если с тоником бы вот кто-то пьет джин вот так ребята вообще потеряется всяческий вкус можжевельника хорошо у тебя нет ощущение что джин вот так не пьют некоторые пьют почему есть огромное количество людей которые вот прямо так пьют джин я видел анкс брат по моему тоже в чистую любит его мне просто кажется что максимум что можно там придумать прикольный если чистым это знаешь берется лимон цедра нарезать ты умеешь цедрой работать блин блиновская это вообще конечно нонсенс ребята я не знаю в курсе вы или нет но мы ем сейчас вкратце расскажу просто скорее всего многие не в теме это вся страна знает я был тоже не в теме хотя и знак такая блиновская короче мы посмотрели какую-то девочку которая рассказывала показывала маленькие хайлайты вот этого вот курса я так понимаю что девочка всю свою youtube карьеру построил именно нет нет я посмотрел после этого там вообще разные все да там про блиновскую 223 видоса у нее есть это как этот короче фишка в том что она ты можешь правильно объяснить как она это все сказал но это же жесть когда я там пока мы на типа мотивационная речь из википедии а дальше она говорит такая слушайте вот скиньте денег сколько не жалко последние один из последних ее уроков когда она или марафонов как правильно называется такая представьте себе сумму которая вам не жалко и вот зафиксируйте в голове типа того чтобы вы понимали что такое все видимо зафиксировали эту сумму следующим этапом нашли делает а вот теперь давайте-ка мы эту сумму перечислим мне не если уже сказали то давайте как бы избавимся от этого а я типа а я эти деньги передам в когда у меня есть три пути до дальнейшего развития ваших денежек первое это я отдаю их на благотворительность но никому не говорю куда именно потому что это нельзя это официровать но понятно куда она это все передает на какую благотворительность второе я как бы даю это нужно с мужа вот открытую и третье там просто забираю типа себе а на следующий день она выпускает тему и говорит такая вы знаете это такое совпадение невероятное я вот планировала в отпуск и отпуск мне там обойдется условно точно не помните 21 миллион например 24 или 27 ну да что то такое вы не поверите именно столько мне перечислили я подумал это знак надо им пользоваться эти деньги вложить в свой отпуск я клянусь я сидел с такими шарами ребята не просто вот я не понимаю люди которые занимаются ну они не этим занимаются а вкладывают эти деньги в его вы его эти фантазии они сразу себя ощущают после этого или все-таки им придется немного подумать я не понимаю с точки зрения того что у меня ощущение что люди вот на эти курсы идут вообще вот эти курсы личностного роста да но ведь и личностный рост читай книги хорошая конец квадратной челюстью но это там билеты покупали но самый который крутой по моему да рассчитается я просто не совсем понимаю почему нужно искать легкий путь вот к тому чтобы я так понимаю уже по-русски еще не разговаривает там к на его и выступление по-моему еще и наушники за отдельные бабки продавали с автопереваст с суфлюром блин я знаю что собчак вроде что-то разговаривал я вообще в вахтунге с этих курсов как бизнес-тренеры вот эти все вот ну я к этому очень странно отношусь мне кажется есть замечать если ты хочешь реально что-то напишите кто нас кто действительно ходил ну опять же никого обидеть мы не хотели если вдруг там что-то да у нас понятно что век обиженных людей но просто объяснить сам факт того что может быть кому действительно что-то это помогло ну добиться каких-то результат может быть мы просто как две бабки сидим тут бухтима на самом деле это вообще капец какая крутая тема но и после этих курсов только отрицательный финансовый рост происходит но надо принято говорить смотри ну да на тысячу человек но два двоих может что-то и получится но это именно незакон того что это математическая погрешность ошибка выжившего скажем ну да да 998 обов придется два у которых получилось но получилось не за нее на сто процентов не из-за нее просто не течение обстоят были к этому готовы просто ну лоханулись еще туда денег вложили лима что остались бы присвоили остаюсь тониста ёкарный бабай вообще ребята это надо вам показать тут прям просто бутербродики потому что хлеб не поджарен бутербродики с а ты чё шпрота да а уже есть а давай который сейчас нет лук сюда дадут это кстати знаешь что такое но лук скорее всего это черемша да это стебельки черемши нижней я думал что это типа петрушка который попробуй это прикольная смесь лука лука из чеснока это стебли черемши это то что маринуется то что у меня банка стоит или нет у тебя маринован а это свежая это то что я с краснодара и с ростова привез значит так вот с этой минуты с этой минуты начинается гнобление алексея в комментариях можете писать что это закуска на хрена он все это ест так задумано поймите я просто запускаю сейчас свой новый курс называю его как отжать у друга закуску стоимость недорогая 9800 это стоит мы как-то совместим приятное с полезным а я тоже с этого буду деньги получать подожди я пока еще не проверил но это сто процентов будет работать понимаешь да а кстати лена сейчас кладет это зеленую фигуру но это шнит лук который уже растет на грядке для питера в майские праздники это вообще легендарная такая обычно гораздо позже вылезать легендарная тоже был на каком-то личностном росте да у этого мазафака какого не скриптонит не хаски это хочет моих это молодец как у кого там легендарная хуйня-то было у рэперов нет легендарная пыль легендарная произошла нет когда вы играл от павел слава кпсс я уксимирона оксимирона оксимирон потом еще какого-то американского рэпера выебал декста рай да по моему декста дизастр 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 и так то есть будет декс мы старые еще так и не упомнили говорит служащих пугачёвых застал на нас вернулся москву быть у нас у суку сын какой-то с тобой длинного шоу так мы чем мы потихоньку двигаемся дальше по поводу не выпил по поводу коноплянки я свое скажу мнение вторая пошла в разы лучше с закусочкой прямо вообще топа черемша на смесь больше больше чеснока я чувствую чем лука я вот лука больше чувства меня бы как будто честно она такая остренькая типа знаешь но мне нравится я почему-то знаешь в каком формате это вижу отварить значит такую гречку купечески да аля плов только с гречи ты сейчас дом пойдешь так вот мне кажется что вот этой свеженькой вот короче есть все это посыпать мне кажется было вкусно вообще тема классная я как только из ростова ее привез мне на следующий же вечер пожарил картошку с ней ну свежий да и она кого она прикольная травка потому что она как шпината но не теряет цвет во время термообработки то есть она оставляется поближе она немного теряет в яркость вкус но она остается все такой же вот на вкус ты понимаешь это черемша и она яркая при этом жареная картошка это просто топ а ее жарить надо до состояния типа мягкости или как ложку пожарил скинул нарезанной этой травы как шмот шпинат я понял 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 она там попустил шпинат именно шпинат листья же ну да а ты так картошку жаришь со шпинатом надо мы не жарю говорю что шпинат делаю сам в конце приготовления шварка вот чтобы он там мягче стал и все кайфово очень вкусно так давай дальше чего ты давай за коноплянку скажешь я тебе могу сказать нормально за эти деньги норм вот если с тоником вообще отлично с тоником потеряется полностью вкус можжевельник а тогда нормально не факт что вся вискин текила и гермастер все что не люблю или бэйлис вернее не были сыректы правильно задаваясь пройдем самый ужасный этап сразу шли келок ему не возвращаться до текила давай только по целый вот только не по этой рюмке целый я хочу вам сказать что я в вахтунге потому что этикетка полностью скопирована с алмеки вот ну прям вообще полностью скопирована и даже вот можно было проверить сейчас на лене потому что она такая стоит я думаю эту стопудовую алмеку взяли ну то что очень похоже обрадовался уже как будто и текилу в руки она она от это делаем так и да и все и нет суррогатный абсолютно для меня алкоголь невкусный противно пахнущий мерзкий те кто не кажется как старый дед стал я всю жизнь это говорил она то есть ты всю жизнь дед да еще не откручивается с ними ты и золотинку то столько пыжи не а звучок знаешь нам было им к лайма сейчас нет ребята нормальная текила пахнет гораздо хуже это просто мне кажется будет сейчас с водкой что-то я не фанат текилы я могу выпить две три рюмки прямо вот сюда в удовольствие чтобы это было с солью какое удовольствие мы тебе тазик ставили когда текилу пили это было давно я сейчас переобулся старый дед кто не переобувается у того ноги пахнут говорят так я к тому что раньше не любил сейчас блин полюбил у под настроение бывает типа знаешь какой-то джаз происходит все пьют это такой типа я не буду ну и что и чего 2 давай давай то успокойся все нормально день ты же сам не хотел себе пивной выпуск писать я тебе предлагал мы накупили всякой дичи в разных магазах в разных магазах в ленте в ленте не там очень много на минул разу сторонний магазин но у garden взяли какой-то с вишней короче там типа фруктовая история там там все намешано там по-моему даже взяли охоту крепкую новую давай твое здоровье успокойся как водка пьется даже там там от этой вообще ничего нет поэтому даже не зашкварно закусывать бутербродиками с килькой все равно есть этот поганый привкус текильный ну чуть-чуть да я бы больше 150 рублей за это не отдал бы но знаешь что коноплянка вот столько стоит а кто этот производитель сейчас подожди челябинскую область но ну 300 рублей 369 ребята дрянь как любитель текилы чуть-чуть алмеку никогда не понимал саузу можно серебряную но мне нравилось с полон очень приятная штука прям действительно приятно после голова не болит ничего но в размере двух-трех рюмок это просто не до концентрация вкуса это очень сложно назвать аналогом потому что эта покупка ровно на один раз он называется коктейль но на льда коста silver made list и кило только я хочу тебе просто кое-что сказать когда вы делали вустер соус свой который скопирован полностью он у вас внутри не как что-то непонятное а как что-то действительно ну поможем полностью он по рецептуре 1905 года которая на самим вулик а здесь а здесь как ты считаешь они исходили из ароматизатор с водкой о чем я тебе и говорю красиво скопировано красиво а по факту ну такой все не хочешь попробовать ой я тучу сейчас этот да что то что это да это водка с ароматизаторами что я увидел слушай а вот мне интересно ты же работал на работе у тебя же были заказчики достаточно такие ну влиятельные у кого есть бабки я просто вот как вот с точки зрения себя даже говорю я не особо влиятельный был мне всегда там на новый год или на день рождения себя дали будут что-то хорошего ну типа реально то что такое вы в живете в жизни бы себя не купила уже рассказывал это был один раз шампанское дорогущая с желтой такой коробки второй раз то был коньяк но так как я всеядный отчасти мы я я либо передаривал либо мы с компанией с друзьями там вот я помню как мы мне подарили хеннесси это да не знал что такое мы у просто сколы у сам дарили на что батя мне такой сказал ну вопросов нет сын вопросов нет я вот к тому что тебе что же что-то наверняка какой-то алкоголь дарили но никто же не все же понимают что ты бухаешь условно раз горя особо не помню что мне ну так вот алкоголь дарил кто-то не одно время дарили постоянно портфейн потому что я просто его коллекционировал собирал все потом меня надоело на все праздники получать портфейн а всем сказал что все хватит мне оборот и не нужен больше у меня вот достаточно не нужен может выпуск сделаем надо просто чтобы она у тебя коллекция поскуднела поскуднела тогда бы ты начал заново как-то перерабатывать нет ощущения нет тем более ребята поддержали мы хочу снова на каждый праздник получать бутылку портфейна пускай даже хорош а что ты получаешь сейчас на день рождения но вот объясни мне что вот что тебе не помню что тебе лена подарила последний раз и когда у даши день рождения сразу давай ну ладно серьезно меня не вставляет очень некие подарки я члены лена мы же договаривались ничего не дарить да какая такая фигня была при том она в мою сторону сработала в твою по-моему нет ты что-то подарила ему а вино итальянское по вам парочку штук которая высадил в один из вечеров вино пять штукарей и чуть вкусных и было красное сухое сухарик такой сахаром не мешал его или как там это вас блин выбирай либо коноплянку либо еще раз на пленку давай ладно я на самом деле текилу бафну надо перепроверить вкус ребят буду отдуваться сегодня за всех хочу отдуваться я тоже плю отдуваю не отдуваясь в плане алмек то надо кому-то пить будет слушайте я был у него в гараже действительно алкоголь немерено там на самом надо будет сделать выпуск именно перегонки какой-то стопроцентный обзор того что осталось уже хорошая идея выдержанный алкоголь из гаража хер ли ему будет как говорится но смотри что ты считаешь такая любил подарки давай начнем с этого просто это не бутылка это какой-то геморрой геморрой так и вылетает именно уже в зрелом возрасте когда ты хочешь от хорошего до что мы в компании скинулись на что-то такое не типа вот что-то помелочь а что тут хорошее ну вот бюст когда подарили вот это вот все ты имеешь ввиду календарь подаренный а но это мелочь блин это не мелочь это красивая вещь навекает антиквариат все мелочи ну понятно именно вот подарок ручка перевая хорошая для меня очень хороший подарок но ты вчера себе купил новый объектив достаточно нихрена не дешевый ну по сравнению с твоими просто копейки ну какая цепляешься сразу в десять раз дешевле я тебе рассказывал я начинал ровно с таких же объективов сейчас просто блин хочется получше подзадачу аппарат который я сейчас пользую другой объектив просто не воткну все будет очень печально почему единственный возможный нормальный вариант почему мои цели ну ладно ты вот с таким вот в маленьких помещениях мне либо вот эта сигма либо ничего вот все ты вчера купил объектив глаза у тебя еще горели как у ребенка я же ты видел да он 150 миллионов тысяч раз достал его потрогал мне нравятся новые технологичные вещи будете об этом ты сделал себе подарок получать не бутылка портвейна были сделался подарок или нет вот этим самым ты же почувствовал это как подарок более предыдущий китовый объектив отложил на полочку который уже начал создавать свою маленькую коллекцию объектива никто даже не сомневался тем более хер его кому продаж потому что он нахер никому не нужен я пищу будь к уже я не знаю я своим очень перестал были ничего не дарите ничего не надо я тоже говорю но мама дарит алкоголь наташка дарит масло мне оливковое прикольное типа знаешь есть вещи к нему вот это практичная вещь это хорошо вот я бы я то я тоже об этом что-то хорошее оливковое масло оно же то что продается в обожаю хорошее оливковое масло лично я манине хорошие ты считаешь нет а мне нравится хорошее оливковое масло оно пахнет так что вы вот один раз хорошее масло понюхав никогда не спутаете его ни с каким манином ладно ладно он на самом деле вещь говорит на самом деле если вы делаете каждый день салат то такие масла по 2000 рублей покупать но это все побаловать да но это очень вкусно поэтому наташка мне к покупает типа вот этих масел там 5-6 типа мне самому себе жаба душит купить а на подарок получить тебя за и учитывая то что хорошее оливковое масло там от трех штукарей начинается там начало разговора два два три рубля до хорошая стоит точно особенно какие-нибудь там типа знаешь мне еще нравится с примесью там они на перцы бывают делают именно чистое обожаю чистое она просто лучи она типа знаете ребята но по вкусу как вот знаете есть масло называется она рафинированная да по-моему когда она ароматная или нерафинированная я все время путаюсь в показателях показаниях показателях показателях да так вот я хочу сказать что вот то же самое по ощущению когда оливковое дорогое оно как будто блин оно прям очень плотное типа как плотное 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 масло оно пахнет свежестью оно другое и не дай бог вы это масло положите в температуру в 8-10 градусов все там это все вот так сразу в желе превращается в шарики это 8-10 8-10 у меня в подвале 88 градусов нормально это храное хорошее масло да но ты потом выставила на обратное все будет хорошо но манини манини кстати справедливости ради тоже застывает не за чуть не нравится как салатное масло идеальное вообще а я делаю знаешь как я вообще туда в бутылку захерачиваю острого перца чеснока ну по сути совершили врачу потому что же на карте хорошее оливковое масло я говорю поэтому я манини покупаю для таких вот умыслов а оливковое хорошее это чисто вот там побаловать иногда себя салат я просто очень люблю салат заправка моего этого масла мне майонез ты как бы сейчас я не особо сильно ем если речь не то есть там масло кладешь вообще без всего смысле ну я бы салат заправка у меня как минимум это лимонный сок это оливковое масло сахар это что-нибудь из того же самого вустера для какой-то хоть какой-то пикантности и намешать то можем до хера всего я очень люблю сочетание просто оливковое масло и бальзамический уксус вот для меня это прямо делать только бальзамический уксус если вот и вот мне сейчас начал говорить по поводу масло для меня скорее бальзамический уксус вот он дорогой это вообще день и ночь это очень вкусно чтобы ваш древесный такой был потому что вот эти все то что продают федерико феллини пеллини бузини вот это все это не то вот как оливки знаешь что то что лени не понравится что она выплюнула смотрят я рассказываю про тбп круиз все нормально гепард такой он лежит отдыхает вдруг что-то шелдон шелдон сегодня вы бы видели эту сцену с утра шелдон едем на дачу с ними ездить в машине я не знаю как конечно у Дениса просто у него терпение железобетонное я бы просто психанул он так орет он так орет это просто жесть тут солнце да нет как только начинается сильная ну скорость большая он сразу начинает отворачиваться лежит почему-то все что видит дефлектора его самое любимое он бы если мог бы дефлектора потому что он такой там кунилингус устраивать дефлектором где не в тачке это ужас какой-то потом он начинает лизать стекло потом он начинает как только выезжаешь в лес он видимо чувствует что все все закончится сейчас я выйду и буду орать на все куча камни землю и вот этой баню он начинает скулить опять но типа когда ты вот как со стороны человек все это видишь это кайфово прикольно такой милый пес я просто понимаю что это его ты живешь в этом ладно давай чуть покрепче смысле покрепче бракуем до бракуем я согласен фовлерс или чуть сладенького хочешь давай туда попустимся были сикам какими здесь ребята вообще не парились кушать и вам кушайте не обляпает это love story как говорится да не чувствует и коррекции перемудрили конечно эти кем угады контраст контраст не понимаю все равно можно было бы постараться 18 град пастель как вы не дизобразить еще что никогда не был бы 3 эвереста на заднем плане яблоня и у нас 19 августа будет тбп круиз мы собираемся классно отдохнуть будет обширная программа мы решили повторить потому что в том году нам кое-что не понравилось мы приняли работу над ошибками это будет целый это нужно на это потратить целый день потому что это очень интересная и локации и как мы доберемся до локации и очень вкусная коль там все включено имейте ввиду диджеи хорошая атмосфера мне кажется что будет очень здорово при том что все включено это имеется ввиду и дано все да все все включено целых пивных сортов меда сидра все что вы так любите можно будет с пивоварами пообщаться можно будет пообщаться да с кем угодно может быть пообщаться на самом деле просто классно потусить если не фестиваль для своих ол инклюзив да мы совершенно оторванном месте но оторванном хорошем этого смысле слова именно красивом интерьерном месте там где можно наделать самому кучу фотографий здание начало восемнадцатого века да ну короче там сводчатые потолки кирпич очень красиво реально и это не про то что это фест а это именно хотелось просто классно потусить именно здоровски это уже конец лета будет чтобы запомнилось мы поняли что тбп круиз 1 который был он очень здоровски получился но были минусы ну там самый главный минусы туалета мы это поняли и в москве мы уже говорили что мы хотели в москве сделать тбп круиз но посчитав дебет с кредитом скажем тогда у нас что-то не сошелся мы охренели сколько бы там этот билет стоил и мы приняли решение что наверное лучше на это делать у нас потому что это нам близкая локация скажем так петербург да что у нас здесь какие-то знакомые есть кто здесь это поможет сделать а когда ты в москве как знаешь типа ты в чужом городе все равно при при этом чужой для нас город то наверное скорее всего попроще будет это все организовать здесь короче имейте ввиду все подробности все ссылочки будут в описании там будут и видеограф и будет дениска будет снимать рецепт плова он сказал что будет что-то бомбезное просто вот не мы на самом деле какой рецепт плова как дышит всего будет готовиться паэлья на в огромном чане то что хотим заказать именно шефа который хорошо делает паэлью и вот знаете как на всех этих вечеринах огромный на жбан там все это пар морепродукты вот это все это вкусно будет но отчет ему это не вся еда про которую нет конечно не вы чё там будет в достатке короче те кто были на первые твп круиз те знают что там было бы еды осталось немерено это заслуга исключительно ленина потому что не ленина ильича а ленина лены вот странно получилось ну ладно к тому что лучше чтобы было больше что всем всего досталось и было всем здорово и хорошо имейте ввиду ссылочки в описании тбб круиз будем очень рады вас видеть спасибо вам большое а вот я хотел сказать счастливо ну все ребят с вами был денис так вот этот бейлис псевдо бейлис из граненых да а чё нет то я тебе сразу скажу напоминает это смекту нет это выглядит как какао из школьный столом не напоминает смекту или из пышечной знаешь раньше в пышечных эти жбаны стояли с какао брат мак 3 в одном помнишь кофе да вот именно вот этот цвет смекта геронда флор пахнет так же ну да ну пахнет кофе кстати он кофейный ликер или нет сливочный написано почему-то ощущение кого-то кофе даже есть немножко вообще не чувствую кофе даже примерно я чувствую может темный ликер дает ощущение сухое молоко сахарный колер куча ароматизаторов сливочный карамельный шоколад нет может карамель может карамель дает да скорее всего жжёная геллановая каметь но это загуститель сантановая может не геллановая цитрат натрия цитрат натрия это кстати одна из добавочек ешечек которых все так боятся но цитрат натрия реально полезное залпание а чё ты сам то не залпанул если интересно что такое цитрат натрия почитайте пожалуйста удивитесь вот не все то плохо что хорошо я вначале так и блин ребята он яблочный сок это епав по факту да ни хрена и неплохо кстати разведена сгущенка сливочная тянучка сгущенка сливочная тянучка не сгущенка сливочная тянучка но это неплохо я просто были с не фанат надо понимать здесь очень умело замаскировано 18 градусов это пугает лена а ты не хочешь попробовать вот этот типа белис но ты же девочка ты же мать ну ладно мы просто сейчас тут наговорим мне такое нравится мне такое ощущение что это просто типа темный какой-то коньяк который развели сгущенкой при этом всем сгущенку типа знаете и еще половину сгущенки как же называется сгущенка которую греют она такой темнеет по моему вареная сгущенка точно вот и оно ощущение именно такое нет для меня это сливочная тянучка и риска ну может да я и высушил я диацетила все что мы так любим я риску не ем с 16 лет когда у меня пломба вылетела вместе с зубом вместе с челюстью нижней у меня клянусь у меня просто выпало вот так это все и я такой типа бля это типа за это остался причем в этой все слепок знаешь какой слепок слепок так вытащил такой типа все сходил потом полечил зубы причем отдал деньги свои которые заработал летом зарабатывал отдал свои бабки такой типом я буду теперь чистить зубы каждый божий день два раза в день три раза в день сколько надо чистить чтобы только не идти больше туда надо поры до времени хватило потом что-то какой-то знаешь типа такая ситуация друзья на дачу позвали да а ты как бы не из дома едешь зубной щетки а я купил зубную щетку или коноплянка я лучше коноплянки бренд амбассадор буду коноплянки сказать по правде тоже не там я наливай мне тоже к на проталой поцелуй мне ну я просто честно ребята для девочек наверное да никогда не был фанатом вот этого напитка вообще нам бы сделать бы видос про всю всю она с девочками сидеть почему там будем ёршится как два ёршика на чем-то пробовала ну это я херню сказал надо просто чтобы кто-то сидел кто это хотя бы пьет вот с ним разговаривать вот то что на сегодня это я же понимал что сегодня будет это он не любит это он не пьет нет он не ест это вот это все это всеядный более-менее ну тогда даже я вот это не могу оценить по-правильному но это не кофейный он просто такой тип а-ля сливочный ну таки никто в комментариях не пишутся слишком часто употребляешь слова аля аля алю да и приду не понимая что это я же это употребляется как специально я же бойчу всегда ты не обрати внимание как начинаешь ведь оля игре улю ты тоже часто говоришь я стараюсь избавиться от этого но это херня ну к тому что это просто само по я например очень часто раньше использовал в своем лексиконе слова ребятушки и пока мне об этом низко вымораживает нас пока я пока жиловщина такая ну не совсем короче фишка в том что мне пока это не говорили мне казалось я этого говорю раз-два а как только меня об этом сказали начал монтирует такой ёпта мне есть к словак от которого я реально избавился буквально недавно что не ингредиенты не субстанция я я вот уже я настолько избавился что забыл что я раньше вот постоянного консистенция может но что-то вот из этой области настолько забыл уже до к вам что ли лечу как-то это интересно составляющего что в этом плохого слова я просто употреблял его бесконечное количество за один вот я когда усилишь монтируешь понимаешь это каждый 10 секунд слой услуги поставляющего составляющего того соусы да 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 и вот и ты такой бля это серьезно но как так можно все избавился это заменяешь некоторые наращивают свой словарный запас а я его сокращаю понимаете перебор у меня подожди какой синоним ты используешь да всевозможные но идти но тем не менее все слово составляющий язык всего на практически добралось он теперь может встретиться ну знаешь не типа в составе ты можешь не аля 10 раз за ролик хотя бы один ладно лискарь а были ты знаешь сколько стоит 300 рублей 320 пусть ни хрена себе пятихатку но были стрелу вас ревбор наверное я не знаю сколько были стоит у меня все время я уже рассказываю котировался шериданс который прикольный был ну как котировался потому что он стоял в баре у мама который ты подпевал сливочную часть но добавлял что-то другое ну а потом уже меня это не касалось там уже потом без меня разобрались так это у нас фовлерс мне показалось очень похоже на вискарь который называется был вискарь очень похож прости пожалуйста кусочек бутербродика на тебя улетел который был похож именно на вот это стало интересно он не он нифига не дешевый сразу скажу здесь нет такого что он стоит типа 300 рублей нет но в 2020 году пятилетний фоулерс получил серебряную медаль на престижном международном конкурсе в лондоне знаем эти конкурсы лондон лондон это как знаешь ресторанные премии которые за бабки можно купить ну как евровидение как все но мы евровидение больше про политотуна скорее евровидение абсолютно политизированная история а именно за деньги вот как вот клин кто у нас этих гастроконкурсы проводят там собака или кто но где за бабки можно любую номинацию взять так а мышь собаки ручу тоже завоевывали не мы не завоевываем и в тугисе это очень плохо пахнет прежде всего во первых это как будто бы опять у нас все наводки это очень плохо пахнет не вискарный запах от слова совсем при всем при этом они пишут о том что это в бочке стояла санкт-петербург делают группа ладога делает все та же самая ладога свой глубокий сбалансированный букет виски flowers приобрет обрати внимание flowers от цветы да я знаю а фуглерс фуглерс приобретает процессе длительного выдержки уникальный в своем роде виски flowers 5 летние выдержки идеально подойдет для застолья встреча с друзьями и станет прекрасным ингредиентом для коктейлей денис а какие еще составляющие должен быть в коктейле оля шнапс брин ладога че только не делает зараза 220 калорий вы все пытался высчитать как калории посчитать алкоголь и я столько статей прочитал так и не понял по ходу дела алкоголь крепкий настолько сильно переваривает твой организм что там будет скорее там даже больше он сжигает этих калорий и не понял вот расчет калорий алкоголя вас задавался вопросом потому что я умом понимаю что алкогольные калории должны перерабатываться организмом абсолютно по другому потому что более я нигде не нашел никаких концов то есть я я не верю что водочные калории типа усваиваются что это те калории которые вот именно выстегиваются и потребляются вот так вот моментально ты потом тратишь свой гликоген там как-то по-другому все должно происходить у короче состав вода питьевая исправленная дистиллят висковой висковой зерновой выдержаны не менее пяти лет краситель сахарный колер е 150b ну в принципе да классический вискарь всегда подкрашивался нахрен в бочке долго томить лучше добавить краситель конечно же блин ну запах не очень но это жженый сахар да ребята это причем он сладкий реально он сладкий это жженый сахар и все короче у меня друг недавно был димулька нет фамилии не называем роднулька дениска короче ленгран стакан мы с ним до этого виделись что-то бухали он бы такой а я на следующий день на был в бассейн поехать наш старый пердун а вот я в зал хотел сходить поэтому не сильно пил все равно сильно пил но вот а он поехал в ленгран стакан его с работы позвали это очень прикольного съездим слушай я хочу сказать но первых у меня позвонил сказал что офигенно круто и он вообще не вахтунги от того что сейчас делают у нас особенно с вискарей он любит в вискаре джин пробовал насколько вискаре есть просто бурбон прям вот как мы любим переналивай тогда коноплянку все это даже повторять не очень очень рекламный видосик это просто пока что вы понимали это не то что я прям вот теперь в анлафа я теперь пить буду на постоянку не во первых я не очень ну котирует джин это из того что сегодня есть из того что есть это то что я могу пить хотя бы дальше без отвращения этим реально можно задюхивать конечно дубленки 40 лет в обед сколько мне столько и дубленки говорится так вот он к нам постарше будет да я говорю 40 ты чё гонишь ничего он батя тебе достал свечо да это именно с тех времен все вы ника не было дубленки у нас сюда девочки ходили дубленка у меня тоже не было на кожаная куртка была в институте на первом курсе коричневая а я знаю у меня же ты на фотке стоишь что в ней как раз ты в чехии да вот это она с плечиками да да я тебе все знаю брат а у меня кожаная куртка одна была я почему-то мечтал я правда потом его драки порвал да с кем дрался да я не дрался как сюда растаскивал а ты же вообще не дрочливый в этом плане не я когда я говорю драк это значит низкого-то растаскивает этот при том не эту куртку кожаную порвали зубами меня вцепились в спину меня реально сзади когда я растаскивал там была пьяная свалка женщин и мужиков и на мне повисла какая-то женщина насколько я помню она мне вцепилась зубами в спину но вот так как куртка кожаная хорошая зубами в спину да она не дошла до кожи но куртка была посечена как будто из дробовика стреляли хероси разнимал то я не понимаю какую-то драку там как всегда мои хорошие друзья с кем-то повздорили блин началась драка мы разбили витрину в магазине самсунга но по тем временам это на пресечении улицы балтийская и проспекта стачек который прямо углом выходит если кто понимает память на память не кирова и там раньше был магазин по вам самсунга огромный чуть ли не самый первый в городе еще такая синяя все ли а самсунга и вот там они благополучно расхватили эту витражную не витражную но огромное стекло там три на шесть эти стекла к кого-то просто кинули в стекло и он благополучно и он благополучно оказался в магазине после этого началась массовая драка я полез вытаскивать этих дебилов и вот на мне повисла какая-то женщина укусила меня в спину порвала зубами всю куртку за спине блин она только куплено было я помню вот только куплено было ну так вот по поводу вискаря я был в винлабе я же поехал изначально думал в винлабе куплю там нарекаду там там вообще ничего там там все типа как будто все как было всю всю даже трех разновидности есть вообще такого не видел я такой поставил девочка такая все же только из этого из клубники делается что еще там она скобник есть золотая с добавлением лайма еще какая-то короче не все китера дабы то можно реально я бы очень хотел оттуда сделать обзор видла вела прикольный магазин оказалось и за это сетка или нет у нас пушки не просто есть один магазин столько же прикольный как и коноплянка что не они потом водки даже день я белугу я белугу не котирую как водку чтобы ты понимал я не люблю белугу я считаю на тебе не нравится но она резкая очень сильно водка ты знаешь что именно за водка либо это должны быть эти чистые росы либо это вот я могу абсолютно нормально астраханскую ты берешь да как называется архангельская либо я беру деревеньку вот типа проверено если в деревеньку сделали еще в более удобной упаковке не плоской мне не нравится упаковка у деревеньки то есть она вытянута она как капелька сделана неудобно в пакете то есть типа дашка этот пакет вот вот такую бутылку удобнее пакет мне поставить лично чем вот я знаю это дебилизм ну вот я и говорю тебе про мои тактические ощущения тактильные сделали бы деревеньку в круглый мне кажется было бы лучше так вот я могу сказать там продается в винлабе просто все джеймисон по моему стал очень дешевле стоить джим бим и джим бим я очень люблю и до сих пор джек дэниелс есть которые терпеть не могу я считаю что это просто какая-то херобора это мои детские какие-то были вот это навязанные фильмами да где тебе везде джек дэниелс пока как так это и работало скорее всего вот этот продакт-плейсмент из фильмов он стопудово так и был как ты steamroll видел да у всех у steamroll прикольная жевачка к жевачкам обычно нету да steamroll наверное нету но раньше был точно я жевачку не жую сейчас наливай-ка на пленку после рисок да не я все я вообще жевачку я не ем в принципе конфетку какую-нибудь можно купить на вот у тебя конфетки очень вкусные такие брал себе кофейные нет вот такие маленькие коробочки мне такая серьезно и геноем просто коробочка маленькая железная нужна Taliza что-то коллекционируют скалейся ну я туда славе я буду положить что я знаю что буду туда полажить мир мне у меня просто сменные перья которая не самого хорош непремиального уровня для перьевых ручек есть премиальные которыми у приятно пользоваться именно хорошие дорогие а есть непремиальные вот у меня одна железная коробочка для премиальных перьев есть, а вот для этих нету, они у меня лежат в какой-то пластиковой фигне, а здесь железная коробочка. Я понял, но коробочка классная, я могу тебе вторую отдать, у меня скоро закончится конфет. Ты реально из-за этого вот так вот. Так а что она стоит какие-то копейки, а коробочка прикольная. Спичечный коробок можно положить. Спичечные коробки у меня хранятся отдельно и там спички. Коррекционные. Нет, давай бафнем, но я сейчас провискали все-таки, давайте более подробно расскажу, так как я ценитель данного напитка. Наверное, скорее, я не ценитель на уровне, но он грязный весь. Стулья понапуквали дорогие. Все? Нет. Нет. Это тебе не Настя. Настюш, я очень тебя люблю. Нет. Нет. Это мой. Сейчас я тебе дам, подожди. Короче, оно, оно именно. Виски это он, а это оно. Дело в том, что оно не то, что резкое, оно именно с карамельным привкусом. И такое чувство, знаете, вискарь кайфово, когда прям приобретает вот эти все нотки, именно после того, как стоит в бочке, что очень важно, мне кажется. Да, бочка насыщает его ароматами. Там бочки, там сингл баррел есть. Есть. Вуден баррел есть. Вуден баррел есть. Да, абсолютно верно. Неплохое, кстати, пиво. Вот. И это все достигается. А здесь как будто это сделали все немножко чуть-чуть химически. Я вам скажу так, как человек, который, вот опять же, можно конечный на все это дело, я пробовал нормальный домашний вискарь. Поверьте, ребята, можно сделать хорошо. Вот можно сделать хорошо. Это можно сделать и на уровне Джеймисона, который я котирую абсолютно нормально. Джеймисон, да с колой какой-нибудь, да. Конечно, если чистый вискарь, ну, хотелось бы что-то, может быть, поинтереснее, чтобы он там, мне, например, стали почему-то нравятся островные вискари. Хотя я не так часто их употребляю, потому что, ну, где их употреблять? Бутылку и одному дома сандалить? Нет. Это просто лучше добавить еще пятихатку и купить Джеймисон. Вот, на мой взгляд, вот так. Дене вообще не понравилось, хотя он вискарь у меня дома пил, неоднократно допивал и просил еще. При том, что он не любитель вискаря. Ну, так что бы просил, но... Ну, не просил, ты говоришь, давай еще по одной. Ну, там хотя бы не было этого жженого сахара, сладкого вкуса и всего остального. Давай на пенопляночке накапай еще. Ну, ты Ягер же любишь. Ты меня с Сашей не путаешь сейчас? Мы же как-то с тобой, по-моему, подбухивали Ягер даже вдвоем. Слушай, ну, когда ты уже находишься в стадии осознанного опьянения и требуешь, чтобы все вокруг пили Ягер с теплым молоком, то да, приходится пить Ягер. То есть я шеймлю вас, что ли? Абсолютно. Ну, ладно. Как это еще называется? Мне нужно, чтобы ты мне кое-что помог сделать. Я тебе забыл сказать. Я же сейчас начал, я дописал сценарий по шашлыкам, по фильму. Мне нужно тебя будет... Какому фильму? Ну, я решил фильм сделать. Ну, прям, хочу фильм реально сделать про шашлыки. Ну, типа, просто опытом поделиться всем своим, которые у меня есть. Вот, которые, типа, есть бредовые вещи, которые, мне кажется, не надо делать. Там, есть еще что-то. Есть очень важный, коснется момент, именно момента мешания, жарения шашлыка. Шейминга, так называемого, шашлычного. О, здесь я мастер. Вот, я поэтому хотел бы тебя позвать для... Я, бля, это умею делать. Я знаю. Я все тонкости и нюансы этого дела умею. Единственное, мне надо кучу плагинов покупать для этого всего, но... Быстро крутишь, медленно крутишь. Не там, не здесь. Ты сколько угля наделал? Соли, соли добавь, чтобы не горело. Ты зачем поливаешь? Ты чем поливаешь? Ты из чего поливаешь? Так, Дени, подожди, я тебе сценарий вроде не показывал. Мы же что, его слили где-то, да? Олтер Хеллер. Ну, что напоминает, согласись? Да. Сейчас переведу, что написано здесь. Или Денис сейчас будет транслировать. Аутентик. Аутентичный. Традициональ Бергич Виз. Бевередж, может? Бевередж, я и говорю Бевередж. Традиционный алкогольный напиток, типа там... In, with selected botanicals. С, ну, с отобранными травами. Contains influence of aromatic herbs. Я не понимаю, что ты говоришь. Содержит, ну, не инфьюзия, как это правильно, не впрыскивание, а, блин... Выпрыскивание, наоборот. Короче, вытяжки из ароматических трав и состаренных, ну, выдержанных тинктур. Это тоже настойка на травах. По-моему, так. Ну, ладно, ребят, поправьте в комментах, если что. Биттер. Горький. Ладно, погнали. Ну, что, мы с тобой, наверное, вот в этих уже залпанем это все дела. Ты так ставишь, как будто по полной сейчас придется заплывать. У меня большая надежда, что Ягер сложно испортит. Типа его легко сделать, мне кажется, нет? Примерно как в Устерский соус, где там 40 примерно специй. Так вот в Ягере должно быть там over 50 тоже этих специй. Очень легко. Мне на самом деле одно время очень, Ягермастер, ребята, на самом деле импортозамещение, история, то, что мы сейчас затронули, она дебильна. Потому что сейчас все есть опять. Пока мы тут собирались, я говорю, опять мы в ленте сегодня ходим. Пока мы все импортозамещали, все вернулось на рынок. Короче, пока все происходит, блин, ты уже ходишь сегодня по ленте такой, там не было-не было, в херах уже Ягермастер у тебя стоит. Ну, он стал чуть подороже стоить, где-то подешевле. Мартинь вообще в цене упала. Да, Мартоз стал дешевле. Ну, Бланка я вот видел, Бланка точно дешевле стала. Да, все три стали дешевле. С точки зрения употребления, я одно время упарывался, но это, слушайте, это в мои такие зрелые здоровые годы, что называется. Надо же было как-то угандошить организм. Вот, мы покупали всегда Red Bull и Ягер. Это лучшее, что можно придумать. Но после этого мотор работает и мотор ревет, как говорится. Ну, давай проверим. Слушай, почему-то мне вчера говорил, что с объектива надо снять бленду и забыть про нее, а сам ее использую. А она здесь не снимается, потому что это же глаз. На рыбе глаз она должна стоять, она без этого будет иначе. Ну, запах, кстати, но чуть-чуть похож. Леш. Ой, бля, Леш, можно я сразу вот налью? Нет, пей, Диня. Ну, это плохо, это по запаху отвратительно. Ну, травками пахнет. А, стой. Ой, бля, это такая аптека. Угадай, сколько вискарь стоил? Вискарь? Ну, давай 400 рублей. 600. П**ть, 600. Да, не конченые, нет. 600, ребята. Ну, давай, ну, чуть-чуть хотя бы. Ну, половинку давай выпьем, пожалуйста. Ну, я ни секунду не стебусь, когда говорю, что это пахнет отвратительно. Это пахнет прям погано. Ну, это, конечно, не ермастер далеко. Ладно, тут я согласен, что я тоже допивать не буду, это правда невкусно. Ребята, здесь состав-то какой, а? Блядь, Денис, тут такой состав-то я охерел бы сейчас. Листья бадьяна, зубровки, лобчатки, корняокопника, элеутрокока. Блядь, это вообще легально элеутрокока. Это же из него лекарства делают обычно, нет? Да и лекарства, это вытяжка из элеутрокока, да, но давление, по-моему, поднимается. Лаванда, малина, крапива, цитрус, черная смородина. Я вообще не уверен, что крапива входит в состав оригинального германии. Нет, по-моему, ты понял, вот это все состав. Вот это все состав. Ну и давай мы добьем все это дело. Мутные конопли. Допускается наличие в бутылках с идеальной, с изделием отдельных частей, растений, фруктов, предусмотрен и обращение мутной конопли. На всякий случай. Так. Это он зря сделал. Те нет ощущения, что это больше похоже на какой-то, помнишь, в детстве были такие штуки. Сироп от кашля. Да, 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 но не доктор Мом. Из корня солодки. Помнишь, был очень известный такой, вы рекламировали все время, она по ложке, санина травянистая была. Там наверняка есть корень солодки, и это очень похоже, поэтому сказали, что это аптека. Тут, скорее всего, все. Это аптека на запахе и аптека на вкусе. Это вот такое впечатление, что вот когда есть деревянная мебель, недоиспешная, именно деревянная, есть тумбочка для лекарств, где из поколения в поколение держали лекарства. Да, там всякие аспирины, фурацелины и вот эта вот вся дрянь. И она настолько пропиталась лекарствами, что вот просто вот уже невозможно, это запах такой. И вот этот напиток, такое впечатление, перед тем, как разлить бутылки, вы на выдержку в этот ящик залили, он там постоял, впитал в себя вот это вот все, и после этого на розлив. Мерзковато, мерзковато, согласен. И самое интересное, что после вкуса такое чувство, вот, ребята, вы знаете, я редко об этом говорю, как будто после этого должна быть изжога. Ну, не знаю, я вот изжоги по удачному стечению, видимо, обстоятельств, я сегодня не почувствовал, и, судя по всему, у меня ее не будет. Потому что у меня нет здесь продукта, которая вызывает изжогу, ну, вот серьезно. Тогда вы вискаря, может, еще? Нет. Нет. Что ты быстро сдаешься? Нет, сразу говорю, егермастер люблю только в одном видео. Никитос Бервари недавно, кстати говоря, показан. Вот так я думаю, с Сашей отдыхать, потому что Саша и показал этот рецепт. Теплое молоко, ледяной егермастер, вначале маленький глоток теплого молока, запиваете шот именно егермастером, лучше не этим, и потом доливаете молока. Вообще, отвечаю, со стулом все у вас будет нормально. Если молоко нормальное. Потому что у меня после молока, последнее время, меня вообще просто так колбасит с него. Какой не пей. Выворачивает. Ну, у меня прям, ну, с другой стороны, у нас с Денисом, знаете, есть даже поверье такое небольшое. Мы когда где-то вместе отдыхаем, молочка выкивал, то я его, по-хуй, у меня что, прочистится? Подтолкнуть какашку. Самое жесткое молоко, которое было, мы сейчас как будто о солях каких-то говорим, но нет. Это было вот здесь, где мы с вами находимся. Да, которое натуральное, это вот рядом здесь поляны находятся, и они даже в город возят свою продукцию в таких маленьких цистернах. Ребята, вот чтобы вы поняли, вот где мы сидим, раньше здесь был туалет, вот его после этого здесь нет. Потому что такого жесткого прихода у меня в жизни не было. Я наелся халапеньо, я съел банку халапеньо, потом привезли вот это молоко, я выпил, наверное, я не знаю, ну, точно литр, и все. А там от момента, как ты отнимаешь от торта кружку до момента, когда тебе организм говорит, 10 секунд, у тебя есть ровно 10 секунд. Это вот реально, ну, минута может быть. А у меня все срослось на халапеньо, ребята офигенно посидели у костра, а я сидел в начале, ну, то есть у меня какой был приход? Я сижу у костра 5 минут такой, и мне все такие, а, да? Ну, ладно, там подробности, кстати, приятного аппетита, если вдруг смотрите нас под еду. Хотя, вряд ли же, да? Ну, что, давай подытожим. Нас ждет же, что, мы сейчас будем стараться над еще контентом. Да. Как-то неорганично, да? Да. Ладно, мы завтра уже будем снимать, на самом деле, с чистой, но завтрашний ролик, который вы посмотрите, знайте, что мы сегодня немножко поднапилить. Если подытоживать сегодняшний выпуск, мне ничего не понравилось, коноплянка понравилась. Ну, как понравилось, на фоне, на фоне. Из того, что есть, да, отлично. С точки зрения вот этого можно рассмотреть, знаете, для чего? Б-52 коктейль, если дома вдруг прикалываетесь, может немножко заменить вам Беллист. Ну, опять же, под вопросом. Ягер не самый мой любимый, но у меня всегда есть в морозилке лежит ягер для гостей, скажем так. Ну, почему только никто его не пьет. Вот, а вискарь, нет, ребята, я очень люблю виски, но, ну, прям плохо. Прям как будто бы вот это, ну, вот как будто бы это искусственный интеллект делал, понял? Ну, типа, знаешь, по своим каким-то критериям. Необученный при том. Да, необученный искусственный интеллект, не чат GPT это делал. Кстати, давай попробуем. Что? Стихотворение попросить чата GPT сделать. Почему стихотворение? Ну, давай что-нибудь про Дениску-алкоголика попросим, я прочитаю, мы на этом заговорим. Давай новую традицию введем. Стихотворение в конце. Мне кажется, классно, мы, что, и ты расскажешь еще, что там у нас с офисами происходит с нашими. Да ни хера не происходит. Ну, там, ребята, все тумач просто. Так, GPT версия 4, новая. Поехали. Напиши стих, напиши стих про Дениса. Который любит пить. Давай? Давай. Попробуем. И черемшу. И черем... любит пить и есть черемшу. Поехали. Один момент. Я с чувством, с толком и с расстановкой сейчас все сделаю. Так, ребят, сразу с вами был Денис. Алексей. И теория большого пива о рамках вкусовщины. Ваш жирный, красивый лайк даст нам понять, что мы движемся в правильном направлении спивания своего организма. И мы будем продолжать это делать вместе с вами. Ну, а теперь... С удвоенной энергией. Стих. Денис парень необычный. Любит он выпить и поесть вкусного. Но он... Ну, надо понимать, что он все переводит еще с английского. Но еще больше любит он черемшу. И его увлечение этим просто жуть. Он говорит, что черемша это его корм. Он делает его сильнее и здоровее. Он готовит ее на разные лады. И он уверен, что это еда и его спасет всегда труды. Ему неинтересно копить деньги на дорогие блюда. Он предпочитает заниматься своим увлечением. Есть и пить черемшу, готовить. И научить других этому умению умеет тоже. Его друзья думают, что он просто... Ты, я надеюсь, понимаешь, что это не стихотворение? Ну, это Хоку. Его друзья думают, что он просто сумасшедший. Ну что ж, они не понимают, что черемша это для Дениса душевная еда. И его путь к здоровью, к счастью и к победам. Ну, блин, он с английского. На английском это было бы все ок. Нет, нас никогда не завоюет никакой машинный разум. Это пока еще полный лох. Ребята, если вдруг новая рубрика вам зашла, ставьте лайки. Будем делать ее постоянно. В следующий раз почитаем про алкоголика Алексея, который... Давайте в следующий раз будет стих про то, что если бы Грильков... Грильков был бы... Как называется владелец проституток? Сутенер. Если бы Грильков был сутенером... Сутенером. И очень любил доширак. Вот такой стих тебе было бы интересно послушать? Нет. Все, ребята, от души. Пока-пока. Счастливо. Продолжение следует...